Партнер проекта группа компании Юрпроф. Весь спектр юридических услуг. Телефон 751363. Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Ломбард Титан. Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского 133. Телефон 781526. Здравствуйте. В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Протаранил попутный грузовик. В Слободском районе на трассе в аварии пострадали два человека. Похищение и вымогательство. По какой причине Загерли согласился на требование к упору? Чтобы нас отпустили. Если бы он не согласился, нас просто не отпустили бы. Нас бы там запинали, да и все. И закопали деньги. Все равно мы на первом суку. Ленинский районный суд вынес приговор жителям поселка Дароничи, Максиму Копылову и Андрею Золотухину. Ну, получилось все по-другому, что я сам лично роду на свой автомобиль. Хотели продать бананы и фуру. Однако, кировские сыщики раскусили этот хитроумный обман и вывели их на чистую воду. Сотрудники АБОП задержали дальнобойщика и его приятелей, которые инсценировали разбойное нападение. В Слободском районе на трассе в аварии пострадали два человека. ВАЗ 10-й модели врезался в многотонный грузовик. Подробности этой аварии в нашей рубрике «Сводка происшествий». ДТП произошло 13 октября рядом с деревней Осинцы. По данным ГИБДД, десятка врезалась в попутный грузовик. Водитель неправильно выбрал скорость. В итоге два пассажира ВАЗа получили травмы. 13 октября в 18 часов на Советском тракте предприниматель на Пежо сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. После столкновения он получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводят проверку. В Кирове 13 октября на улице Карла Макса в автобусе «Нефас» во время движения упал пассажир. Женщина получила травмы, но от госпитализации отказалась. Полиция продолжает разыскивать преступника, который избил пенсионера газовым ключом. ЧП произошло 4 октября. Злоумышленник под предлогом социологического опроса проник в квартиру к 78-летнему пенсионеру. Задав несколько вопросов, выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, он нанес пенсионеру несколько ударов газовым ключом по голове и рукам. Но мужчина оказал сопротивлением и, несмотря на закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки, смог вызвать скорую и полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело. Полицейскими составлен фоторобот подозреваемого. Если у вас есть информация об этом человеке, звоните в полицию по телефону. 64 52 09 8 953 943 32 68 или по телефону 02. Михаил Вагин. Место происшествия. Ленинский районный суд вынес приговор жителям поселка Дороничи Максиму Копылову и Андрею Золотухину. Напомним, осужденные в декабре прошлого года похитили своего знакомого Дмитрия Загребина и его подругу Валентину. Увезли их в гараж. Копылов избил своего пленника и требовал вернуть деньги за разбитый налобный фонарь. Копылов ему говорит, типа, ладно, я тебе, говорит, полтора за фонарик, три пятьсот, ты мне вот так должен, и в итоге ты мне пять тысяч должен. Если ты мне не отдашь, и самое сто рублей за сутки я тебе на счетчик ставлю. В гараже Копылов избивал потерпевшего Загребина и требовал деньги за разбитый фонарь. Сначала три с половиной тысячи рублей, затем пять тысяч рублей. По словам потерпевших, в этот момент они были готовы согласиться на любую сумму. Каждый из них чувствовал, что в противном случае их могут убить из-за какого-то разбитого фонаря. По какой причине Загребин согласился на требование к Копылову? Чтобы нас отпустили. Если бы он не согласился, нас бы просто не отпустили. Нас бы там запинали, да и все. И закопали бы где-нибудь. Стернули бы на первую цуку. В итоге Максима Копылова осудили по двум статьям. Похищение человека и вымогательство. Ему назначили наказание шесть с половиной лет колонии строгого режима. Подельника Андрея Золотухина осудили только за похищение. И дали условный срок пять лет. С испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в законную силу. Осужденные могут его обжаловать. Настоящий спектакль разыграли водитель фуры и его приятели, чтобы похитить грузовик с 21 тонной бананов. Шофер перевозил экзотические фрукты из Петербурга в Якутию. А в Кировской области у него якобы сломалась машина. По легенде водителя, во время ремонта фуры под угрозой жизни на него напали бандиты. Отобрали у него и технику, и груз, а затем скрылись с места происшествия. Мужчина обратился в полицию за помощью, но вскоре сотрудники ОБОП Кировского выяснили, разбойное нападение было инсценировано. В том, что это было не преступление, а плохо разыгранный спектакль, признался сам водитель фуры с бананами Игорь. По словам мужчины, обмануть владельцев фуры и груза предложили его знакомые. Они придумали план. Игорь перегнал фуру в Казань, где ее вместе с бананами злоумышленники должны были продать, а деньги поделить. Стоимость автомобиля с грузом превышала 7,5 миллионов рублей. Сам же водитель тем временем отправился в Кировскую область делать заявление о якобы совершенном в отношении него преступлении. Однако кировские сыщики раскусили этот хитроумный обман и вывели их на чистую воду. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере. Ее участникам грозит лишение свободы до 10 лет. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Долг 18-летнему сыну. В Кирове судебные приставы разыскивают мать-алименщицу Татьяну Перминову. Я профессионал. 20-го года в стаже. Во всем виноваты таблетки. Я что, пьяный что ли? А что ты раздеваешь? Так я таблетку выпил. Я что умею ставил? У меня две контузии. Я в танке горел. На улице Романа Ердякова сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Нивы. Не заметил встречную иномарку. В Кирово-Чепецке камера зафиксировала, как на перекрестке фургон чуть не спровоцировал ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Двух злостных алименщиков разыскивают судебные приставы Татьяну Перминову и Константина Пономарева. Подробности в рубрике «Внимание! Розыск». Пономарев Константин Геннадьевич, 1980 года рождения, уроженец города Воркута, республики Коми. Не платит алименты своему 10-летнему сыну. Сумма долга – 177 тысяч рублей. Перминова Татьяна Владиславовна, 1963 года рождения, уроженка поселка Сардук Нагорского района Кировской области. Не платит алименты своему 18-летнему сыну. Сумма долга – 469 тысяч рублей. В розыск объявлялась неоднократно. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону 48-99-05 или по телефону доверия судебных приставов 38-18-04. На улице Романа Ердякова пьяный водитель Нивы перечислил инспекторам несколько поводов, чтобы его отпустили. Во-первых, мужчину остановили в день его рождения. Во-вторых, он праздновал открытие собственного автосервиса. Ну а в-третьих, задержанный якобы вовсе не пил спиртное, а всего лишь принимал лекарства. Эти и другие аргументы водителя в сюжете Сергея Пичугина. Сотрудники ДПС решили проверить состояние водителя Нивы. Он настолько сильно прижимался к краю дороги, что своими колесами чистил бордюры. Водитель Павел поблагодарил инспекторов за бдительность, но сразу рассказал, что у него нарушений нет. Впрочем, инспекторы не спешили отдавать водителю документы и стали заполнять протокол. Опытный водитель Павел уверял всех, что спиртное не употреблял. Во всем виновата лекарства. Вы говорили, что валидол употребляли, в нем спирт. Ай, подождите. Глицин. Самые лучшие таблетки в мире. А от чего они? Для головы, чтобы умные люди были. Вот и все. А спиртного они сколько не пили? Вот они там содержатся. А, в глицине? Да. Позднее задержанный признался, этот день для него весьма знаменательный. Поздравляю всех россиян с рождением. А, у меня сегодня день рождения. Поздравляю вас. А, вчера в смысле было. Все равно поздравляю. Родилась у меня племянница в Москве. И вот, открытие сервиса моего. Несмотря на радостные события, инспекторы попросили Павла присесть в патрульное авто. Так, подождите. Я ветеран боевых действий в Чечне. Ну, за *** мать. Я полгода за вас воевал. Почему за нас? За наш отец. А, за что? Руками бахать не надо. За Россию. Я на ручнищики быстро накинул. Я что, пьяный что ли? А, что ты не взял? Так я таблетку выпил. Я в чем вы мне ставили? У меня две контузии. Я в танке горел. Позже водитель признался в своем нарушении и на него составили протоколы. Теперь ему не избежать лишения прав и штрафа. А забирать автомобиль Павлу придется со штраф стоянки. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирово-Чапецке камера зафиксировала, как на перекрестке фургон чуть не спровоцировал ДТП. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». В Кирово-Чапецке на перекрестке улиц Ленина и Школьной белый фургон не заметил встречную иномарку. Столкновение не произошло. Водитель иномарки «Опель» вышел из машины, как тут же на место ЧП подъехали сотрудники ДПС. Они оказались рядом и проверили состояние водителя фургона. В Кирове на перекрестке улиц Труда и Карла Липнихта лихач на «Мерседесе» решил, что едет по главной дороге. Водитель «Ауди» вовремя затормозил. Впрочем, нарушителю стоит напомнить, что он должен был пропустить иномарку «Ауди», которая ехала по улице Труда. На улице Сурикова нарушитель на «Тойоте» видимо пожалел, что поехал по встречной полосе. Че, ***? По встречке нормально ездить? Давай, дядя, двигай. А ты? Я, вот сплошная нарисован, вот сплошная. Вот сплошная, вот. Сейчас. Водитель автомобиля с камерой стоял несколько минут, затем решил поговорить с нарушителем, но разговор не получился. Доброе утро. Вы почему не уважаете других участников? ***, ты ***? На перекрестке Октябрьского проспекта и улице Азина водитель на темном ланцере решил развернуться через встречную полосу. На улице Кольцова еще один разворот едва не закончился аварией. Судя по видео, водитель пятнадцатый даже не смотрел на встречную полосу. Помог инкассаторам уехать с заправки водитель с регистратором на улице Московской. Видимо, машину инкассаторы заправили, но завести не смогли. Сейчас я за вас аккумулятор. Точно. И его готова толкнуть в сторону, что он не смешает. Толкнуть, ну давай, сейчас. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobaka-inbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны и увидимся на Первом городском.